Всем привет! В Подмосковье обнаружены склады из огромного количества никому не нужных новеньких иномарок, большую часть из которых составляют автомобили Kia, Hyundai, Haval и Geely. Однако присутствуют и машины других производителей, к примеру, Mazda, Mercedes и Cadillac. Автомобильный рынок России впал в кому, склады переполнены, но россияне продолжают бойкотировать дилеров, и я в том числе. Но перед тем как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас, за это в конце с меня не смешной анекдот. Появились снимки огромного количества подготовленных к отправке в дилерские центры новых машин. Судя по опубликованным снимкам, на каждый из брендов приходится от 5 до 10 тысяч товарных машин, простаивающих под открытым небом. Больше всего на складах оказалась Kia, которые были собраны на заводе в Калининграде. Есть даже несколько сотен кроссоверов Kia Sportage нового поколения, по которому даже неизвестна дата старта продаж и цена для России. Склад Kia вмещает более 10 тысяч машин, и он заполнен почти под завязку. Автомобилей Hyundai не меньше, на площадках пылится практически весь модельный ряд. Стоянка китайского Havail вмещает около 12 тысяч автомобилей. Вопреки ожиданиям, она до сих пор заполнена бескрайними рядами китайских кроссоверов. Около 5 тысяч экземпляров есть и на парковках у другого китайского бренда Geely. Также имеются в достаточном количестве кроссоверы Exeed и Cherry. Кроме того, на складах замечены несколько сотен автомобилей Mazda CX-5, а также внедорожники ушедшего из России американского автогиганта General Motors. Главная причина, по которой новенькие иномарки ржавеют под открытым небом на складах и терминалах, заключается в том, что спрос на новые автомобили в России существенно упал из-за завышенных в несколько раз цен. Собственные склады дилеров еще не опустили, а значит и пополнять их из 30-тысячной армии готовых к отгрузке автомобилей пока нет необходимости. В нынешней обстановке и на нынешних условиях россиянам автомобили попросту не нужны. И неудивительно. Возьмем тот же Havail Jolion. Год назад его запускали в продажу по цене от 1 миллиона 200 тысяч рублей, а теперь нижняя планка составляет 2 миллиона 700 тысяч. Кроссовер подорожал более чем вдвое, причем не изменившись ни в одной детали. Первоначальная паника, вдруг дальше будет еще дороже, утихла. Курс доллара продолжает падать. И клиенты попросту не понимают, зачем прямо сейчас идти и отдавать такие деньги за машину, которая может подешеветь. Ну и обещанная мною шутка юмора. Учитель. Дети, кто из вас летом был в деревне? Я, и я, и я. Хорошо. И какие же новые звуки вы слышали в деревне? Му, бее, кря-кря. Съебал с трактора быстро. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Сколько еще ждать адекватных сцен? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, умный любит учиться, а дурак учить.